Приветствую всех, с вами Михаил. До Нового года осталось совсем немного времени, а у меня уже есть для вас подарок. Это обзор на гарнитуру HyperX Cloud Orbit S. Вы давно его ждали. В этом выпуске все будет как обычно. Я покажу вам амплитудно-частотную характеристику, мы послушаем музыку. Но знаете, что мне удалось? Мне удалось передать, как эти наушники передают объем и 3D. Да, мне удалось вам показать, как эти наушники делают то, чего не может больше ни одна гарнитура. Смотрим! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне очень интересно, получилось ли у меня передать эффект того, что работают колонки, а не наушники. Напишите обязательно в комментариях, почитаю. Правда интересно. Когда вы находитесь в игре, что вы делаете, когда вам нужно узнать, откуда слышны выстрелы? Правильно. Вы делаете вот так. Для того, чтобы у вас в наушниках поменялись стереоканалы, громкость стереоканалов, и вы лучше определили направление. Вы можете продолжать делать то, что вам надо в игре и улучшать слышимость объектов, просто чуть-чуть поворачивая голову. Одессе анонсировали новую фичу, которую введут в одном из следующих обновлений этих наушников. С помощью этой гарнитуры вы сможете забиндить любые клавиши, например, здесь это наклоны на движение головы. Ну и самое главное, они все-таки сделали эту фичу, что можно в игре управлять персонажем с помощью движений головы. Гироскоп нужен именно для этого. Посмотрите, как это работает, например, в PUBG. Наклоны головы. Магия. Нет, ничего проще. И здесь никакой магии, просто гироскопы. А теперь давайте сравним звучание HyperX Cloud Orbit S против HyperX Cloud Alpha S. Пожалуй, на данный момент моих любимых наушников от HyperX. И если ты давно хотела что-то мне сказать, То он говорит Любой обманчив звук Страх. И прежде чем мы перейдем к разбору АЧХ, я должен сказать несколько слов. Во-первых, многим из вас больше понравилось, как звучат Альфы S, а не Орбиты S. Здесь необходимо понимать, что Орбиты это закрытые наушники с довольно маленькими чашами. А Альфа S это довольно-таки большие наушники с большой чашей. Кроме того, они полуоткрытые. Поэтому при записи всегда кажется, что в них больше объема и так далее. При звучании на вашей голове будет так же, но не столь выражено. Ну и не забываем про то, что все-таки детализация у Орбитов будет гораздо выше. Для начала давайте сравним амплитудно-частотную характеристику Odyssey Mobile синенькая и Орбит S. Для того, чтобы понять, одинаковые это наушники или все-таки разные. И как вы видите, это практически одинаковые наушники. Но на самом деле одинаковые абсолютно. Просто есть небольшие погрешности, которые появляются в основном из-за разной посадки. Ну, чтобы вы мне поверите, давайте посмотрим на следующий график. Сейчас на своих экранах вы видите разные графики. Ну, в основном они отличаются вот здесь вот на высоких частотах. И расходятся здесь единичка, двойка и тройка. Но на самом деле это одни и те же наушники. И я просто чуть-чуть смещал их относительно уха. Там вперед, вверх, там вниз. При посадочке на стенд. То же самое будет происходить у вас и на голове. То есть небольшие различия могут быть просто из-за разной посадки. Ну, а теперь сравниваем амплитудно-частотную характеристику Орбит S. Это зеленая линия. Против Cloud Alpha S. Это красная линия. И, как вы видите, у нас по басам у Орбит S все очень даже хорошо. А вот Alpha немножечко, ну, чуточку ей не хватает. Серединка. Ну, в общем-то, обе их модели достаточно хорошие. Но у Орбитов она, как видите, очень-очень ровненькая. Буквально вот на несколько децебел здесь у нас есть провальчик. И все остальное прям великолепно. Начиная вот отсюда 40 Гц и вот приблизительно до 5 КГц. У нас все просто великолепно у Орбитов. У Альфиха хорошо, но, ну, вы видите, в общем-то. И здесь вот самая большая разница. Помните сравнение с Pro X? Вот здесь тоже была самая большая разница. Альфа показывает очень крутой результат по продолжительности высоких числот. Вот видите, да, спад у нас приблизительно начинается где-то на 8, там, на 9 КГц. А вот Орбит-С, несмотря на то, что эти наушники выше классом, дороже и так далее, спад имеют в районе 5 КГц. Да, если посмотреть дальше, то вот здесь вот они уходят намного-намного дальше. И видим, что, в принципе, они даже с этим спадом играют практически до 20К. А вот Альфа здесь, ну, видите, да? Ну, все равно, вот этот вот фрагментик вы, наверное, услышали или слышали, я не знаю. Сначала будет этот кусочек идти в музыке или в после. В общем, в музыке вы слышали, что Альфа звонче. И она звонче благодаря вот этому самому кусочку. Но, тем не менее, высокие частоты продолжительнее получаются у Орбит-С, хоть и на меньшей громкости. Таким образом, делаем вывод, что у Орбит-С, так и у Мобиусов прекрасная АЧХ на всем диапазоне. И есть лишь вот здесь, вот в районе 5-6 КГц, спад высоких частот, который дальше, в общем-то, идет очень даже неплохо. Если бы его не было, то эти наушники стоили бы, наверное, ну, там, сколько они сейчас? 20-25 стоят? А то они бы стоили 1060-70, потому что во всем остальном, ну, вы понимаете, по АЧХ говорить, да, звонче, но по детализации и всего остального, несмотря на то, что Альфа хороша, у Орбит-С намного-намного все лучше. То есть, детализация у них реально очень хорошая. Басы намного лучше, серединка тоже лучше. Таким образом, мы видим, что вот Орбит-С свою цену-то оправдывает, но при этом Альфа себя показали тоже очень достойно и даже кое-кем обыграли своего старшего брата. Что ж, помимо всего прочего, я ответил еще на один популярный вопрос. Чем отличается Клауд-Орбит-С от своего прародителя, Одизи Мобиус? Собственно, ничем, кроме того, что в Одизи Мобиус есть поддержка без проводов, то есть блютуса. Ну и подводим итоги. У HyperX получилось то, что у них получается, пожалуй, лучше всего. Взять хорошие наушники и сделать их более доступными для масс. То есть, они взяли Одизи Мобиус, выпилили блютус, сделали на 10 тысяч дешевле, и, собственно, наушники остались такими же хорошими, как и изначальный прародитель. Кстати, если вы не смотрели обзор на Мобиусе, посмотрите его, ссылочка будет, как обычно, в описании. Потому что в этом обзоре, чтобы не повторяться, я не стал говорить некоторые вещи, которые были сказаны в том обзоре. А наушники, по сути, те же самые. Вот так звучит микрофон гарнитуры Одизи Мобиус. Давайте я что-нибудь попечатаю, посмотрим, как он слышит клавиатуру. Я вот сейчас печатал, и он не улавливает совсем. Я, насколько вижу на графике, просто ничего не слышно. А вот так эти наушнички выглядят вблизи. Ну, вы это узнаете, как только Panasonic сможет сфокусироваться. Да. Да, Panasonic. Да, ты смог. Ура. Качественный пластик. Здесь все регулируется замечательно. Даже на мою голову налазит, фиксируется и так далее. Это не софт-тач. Это очень похоже на софт-тач материал. На нем не остаются отпечатки пальцев и так далее. Здесь выключение-включение микрофона. Здесь выключение-включение наушников и светодиод. Индикации. Кнопка переключения режимов и включения этого самого 3D. Сюда вставляем микрофончик. Сюда вставляем USB-C. Сюда вставляем 3,5 провод. Ну, соответственно, 3,5 джек для того, чтобы подключить эти наушнички к какому-нибудь, может быть, стационарному девайсу. Не забываем, что они почти аудиофильские. И мы можем обойти внутренний ЦАП, хотя он достаточно хороший, подключить на вообще взрослой аппаратуре. Но, тем не менее, здесь еще у нас имеется регулировка громкости микрофона и регулировка громкости самих наушников. Все мягенько, замечательно, хорошо, никаких претензий к качеству не имею. А вот сейчас вы можете наблюдать эту самую легендарную магнитно-планарную диафрагму. Вот эти самые полосочки, решетки. Короче говоря, эти наушники ощущаются, как и звучат, великолепно. Вы будете довольны, как только возьмете их в руки. По крайней мере, я доволен. Ну и, собственно, комплектация. Микрофончик в стандартной HyperX. Здесь провод USB-C, здесь провод удлинитель джека. И здесь такой вот типичный, простой, достаточно мешочек для переноски. Ну а что, собственно, еще нужно? Ну и, разумеется, в комплекте еще есть обычный провод USB-C на обычном USB, который у меня сейчас стоит на столе. И четыре раза переснимать это я не буду, потому что Panasonic. Покупайте камеры Panasonic. Никогда. У HyperX получилось закрыть абсолютно все ниши наушников. Вот посмотрите, у них есть моделька, которая стоит 3000 рублей. Есть 7, 8, 10, 12. И теперь у них есть модель, которая закрывает, венчает их модельный ряд. Это HyperX Cloud Orbit S. И она стоит 26 тысяч рублей. И вам, естественно, интересно, так ли они хороши, что за них можно отвалить столько денег. И вот, что я вам на это скажу. Сейчас у меня в руках обычная красненькая, видите, Альфа. Альфа S в соседней комнате у жены. Не пойду, пусть сидит в них. И эти наушники очень хороши. Да, долгое время я считал, что Альфа это лучшие игровые наушники. Потом вышла Альфа S. И я делал обзор, в котором вы видели, что они мне понравились больше. Но сейчас вышли Orbit S. И лучше ли они, чем Альфа S? Ну, будем считать, что это Альфа S. Да, они лучше. В них много всяких фишек, технологий и так далее, и так далее, и так далее. И звучат они гораздо более детально. К сожалению, с помощью пианоуральной своей головы я вам не могу передать всю палитру, которую эти наушники могут отыграть. Так вот, Альфа S очень хорошие наушники, если у вас уже есть хорошая звуковая карта. А вот если у вас звуковушки нет, и вы хотите хорошего качественного апгрейда, берите Orbit S. Давайте посчитаем очень просто. Хорошая звуковушка стоит 10-12 тысяч рублей. Ну, вот это так. Плюс 15 тысяч, там, 12 тысяч рублей, которые приблизительно стоят Альфа S. И вы получаете наушники, то есть Orbit S, в которые встроена уже крутая звуковушка, которым больше ничего не надо. У них есть куча новых фишек 3D и так далее. Сразу в одном корпусе. Таким образом, вот просто подвожу итог. Если у вас есть хороший звук плюс Альфа S, оставайтесь с ними. Все у вас будет хорошо. Если вы хотите качественного апгрейда и не хотите тратиться, ну, отдельно брать звуковушку, отдельные наушники, Orbit S, это прекрасный вариант, к тому же это магнитно-палландар. В общем, как-то так. Ребята, которые подписаны на мой канал на платной основе, спасибо вам большое за то, что вы делаете. Качественное и честное видео выходит в том числе благодаря вам, благодаря вашей поддержке. Я надеюсь, что выпуск вам понравился. Он оказался информативным, как обычно, непредвзятым, и поможет вам в выборе наушников, которые вы захотите приобрести. С вами был Михаил. Подписывайтесь, если вы здесь впервые. Еще раз поздравлю вас с наступающим новым 2020 годом. Ставьте пальчики вверх. Всем пока. Скажу вам по секрету, в одном из следующих роликов вас ждет очень большой сюрприз с очень крутыми призами. Не пропустите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!